здравствуйте коллеги рядом со мной сергей иванов это спикер сегодняшней деловой сессии здравствуйте и расскажите вы уже выступили и какую тему поднимали я уже выступил и рассказывал о о том как сегодняшние производители еды видят еду будущего какими как что для нас сегодня есть от тех и что мы в будущем какие вызовы себе ставим и какие продукты какие технологии эти на эти вызовы способна ответить в нашем коротком интервью к сожалению мы наверное не можем углубиться полностью в тему на буквально в пару тезисах конечно нашим зрителям было бы интересно какая же она еда будущего но мы используем словосочетание здоровой инновации и компания у нас так называется и бренд наш хелс и инновейш называется именно поэтому почему здоровый потому что три вызова там ключевых которые сегодня перед производителями традиционные до стоят то что как сегодня мы еду производим этими методами растущее население планета не накормить просто и будет не не мы не способны будем произвести произвести ее в должном количестве было бы ничего если бы то одна была проблема была другая проблема то что эти технологии экологии разрушают особенно производства животного белка первую очередь ну и третья проблема со здоровьем мало общего имеют по-настоящему если требовать требования высокие предъявлять потому что антибиотики гормоны роста и прочее прочее так вот здоровые инновации они должны отвечать на каждый из этих вызовов и вот они должны быть такими и до будущего должна быть такой которая бы здоровье наше не гробило которая бы планету сохраняла как минимум ну и которая была но была еда которая была бы доступна и и и в таком количестве чтобы можно было 10 миллиардов человек прокормить вот это и должна быть и до будущего и наверное главный вопрос который может задать себе человек который только что посмотрит наше с вами интервью мы уже на пороге и идем туда в ту степь где как раз нас ждет здоровая правильная еда для всех 10 миллиардов или мы пока только теоретически намечиваем для себя тот вектор движения который нам поможет туда выйти вот на какой стадии мы принять решение и технологической я думаю что мы вот уже одной ногой в это будущее вступили потом и косвенно в этом году вышла она а статистика по инвестициям венчурную экономику расти альтернативно альтернативных технологий альтернативных белков первую очередь и в прошлом году было проинвестировано 3 миллиарда долларов и это половина десятилетних инвестиций и сюда пришли большие деньги этот тренд оформился есть технологии конкретные в которые можно уже масштабировать и это вот мы мы в это будущее заглядываем ну и мы как компания его стараемся в это в этой гонке участвовать всеми силами и формировать его если говорить про то какие как какие технологии в первую очередь это биотеха фид технологии ферментации то есть если вот то что фундаментально отвечает на на эти вызовы и на наш взгляд то есть если пройти сегодня производители еды вот мы например мы почти 3 миллиона тонн еды производим в год много еды делаем растительные масла растительные белки так вот если ты производишь еду и не думаешь о биотехе то придет время и это не так долго пять-десять лет может быть и же биотех будет думать о тебе какие-то стартапы на новых технологиях просто займу твои рынки поэтому вот вот туда основа новых продуктов и технологии это там ферментация биотехнологии спасибо большое но складывается впечатление что не все так плохо что вектор намечен очень умные грамотные люди уже ведут нас этой дорогой и что всем десяти-пятнадцати миллиардом которые будут жить дальше будет что кушать спасибо вам за это спасибо огромное спасибо спасибо и Субтитры сделал DimaTorzok